всем привет очередная неделя пролетела незаметно очередной воскресный стрим тем особых нет отчасти может быть потому что я не следил за новостной повесткой спортивных точно нет какие-то мелкие на которые не стоит обращать внимание может быть про навального слава богу все забыли потому что это невозможно было когда из каждого утюга про него рассказывали про крокус сити вроде бы тоже начали уже забывать правда пена еще осталось вот этого и война национализма которая прям искусственно искусственно прям поднялась я наткнулся на ублюдков про которых давно забыл правда недавно совсем вспоминал если помните прям буквально недели три назад про дедушек морозов вспомнила че про них вспомнил про то что они раз разлетелись и как бы кто чем занимается кто какие-то женские группы видео там кто совсем ушел остался последний оставался там максим савельев лидер как бы их там и он оказался шеф-поваром каким-то там сейчас выяснилось что он опять решил переобуться и опять вернуться ну и я не знаю конечно может опять стал выставлять фотографии с бадюком может быть конечно может быть хотя я не верю что они самостоятельно решили в это сложно для страны время прям неонацисты чтобы опять заявились громко о себе в стране которая официально сейчас борется с неонацизмом ну то есть с укра бандеровцами все против всем прочим и что у нас опять это блевотина всплыла но тем не менее там такая пламенная пламенная речь я прям хотела зацитировать даже потом думаю да нахрен нужно вот сейчас передо мной баннер их мвд фсб с восклицательными знаками давайте только дайте только нам зеленый мы наведем порядок сами на своих улицах как это было в доброе в добром девяносто восьмом году вот тварь конченая в каком девяносто восьмом и чем этот девяносто восьмой был добрый для многих тысячи тысяч людей это был самый один из самых катастрофических годов это было обрушение это был дефолт это многие на себя руки накладывали когда деньги которые копили десятилетиями просто обесценились для этих ублюдок это ублюдка фоказ был добрым видимо чё-то они там разбушевались тогда но вы не помните наверняка это время когда полив по милиции не носила форму и оружие запрещали брать с собой и они по улицам только в гражданском ходили потому что боялись получить по башке и тогда естественно неонацисты типа взяли на себя роль эти как как кто у них там волки санитары леса вот это типа санитары лес были и вот сейчас эти уебки вот выставляют вот передо мной на 150 тысяч но это имеет ввиду любопытствующих подписчиков я не думаю что прям кому-то интересно вообще девяносто восьмой я даже думаю они еще не неонацистами были они были просто скинхедами тогда и вот сейчас по всей видимости или им кто-то опять камашка команду дал потому что такая прям у этого савельева этого повара такая прям пламенная речь прям только нас пустите или видимо они позавидовали вот этим ублюдкам из русских общин про которые все время в каждом стриме практически сейчас вспоминаю по всей стране где они как дерьмо просто за бани и в таком огромном количестве плодятся и размножаются и спасают мир и вот эти скажут как же так это же мы это же мы все начали это же наше все было вот это долбить иностранцев приезжих там гонять их по рынкам там наводить порядок в кавычках ну в общем вот ублюдочное время при ублюдочной власти привет салавату сейчас я гляну тут кто-то что-то присоединяется оренбургу привет я говорю специальных тем как бы нет какие то есть прям смешные вопросы они не смешные конечно по своей по большей части трагичные ну просто как-то их обсуждать чертов знает вот вячеслав снежко это подписчик у меня из белоруссии спрашивает будет ли третья мировая война война вячеслав я думаю что как бы у нас есть такой политолог писатель станислав белковский так он вообще постоянно утверждает что добрый вечер что у сейчас у нас идет четвертая мировая что типа третья мировая это была холодная война и я с этим не согласен потому что если поковыряться прям непредвзято в истории то войны были всегда прям вот всегда вот на этом шарике который планета земля называется там даже была статистика где-то я когда-то читал не то 40 не то 50 лет взять в общей сложности за все за все там тысячелетнюю историю там тысячелетней истории 40 или 50 лет не было воин а все остальное время всегда войны были всегда между кем-то и кем-то и эти давно уже идут и не проходили просто человек так устроен он думает что вот он живет своей пробирочки в своем слове вот я часто рассказываю и и думает что это весь мир да это нихера не весь мир вас когда-то волновало что там с уегорами потом миллион что ли захерачили в китае вас же нет и не волновало а для них это был конец света и таких примеров можно огромное количество в африке в азии и южной америки полно таких воин происходило переворотов всевозможных всегда кого-то убивали у тебя новость давай владислав пиши свою новость я правда одним глазом заглядываю поэтому я не думаю что прям прям третья там или четвертая или восьмая она произойдет постоянно как били друг друга так и будут бить и как правило когда доходит разговор до атомного оружия то сразу все сдуваются и как бы все прекрасно все понимает в отличие от нас обычных смертных этим-то ублюдкам наверху всегда есть еще терять поэтому никто не собирается конец света устраивать и тем более я тоже это многократно говорила с двенадцатого года что когда вот ждали все конец света ребята не думайте что на вашу микроскопическую там жизнь ваше микроскопическое существование там в 30 40 50 там лет что что-то ну когда вы при памяти как бы что что-то произойдет да ничего не произойдет максимум может вот что-то такое локальное не повезет там кому-нибудь там как какому-нибудь там мариуполю или вот как харькова возможно здесь вопрос кстати есть будет ли штурм харькова как считаете крайний раз города миллионники брались во вторую мировую войну слушайте но я как бы не военный эксперт в этом плане я мало что но я могу конечно что-то предположить пованговать но мне кажется что не будет не будут они входить в харьков не нужно и они найдут какой-нибудь другой способ вернее другое место какое-нибудь то что они нападать будут да но вот прям чтобы брать там киев или харьков для этого надо прям чтобы совсем ресурсы закончились украинской стороны чтобы их совсем перестали поддерживать и это наши военные начальники почувствуют тогда возможно а так нет прошло то время когда бросали хотя с другой стороны конечно был там бахмут или это авдиевка когда трупами заваливали абсолютно ничего не значащие какие-то там поселки деревни какие-то захерачивали как солидар положили но это ведет война на истощение в которой как наша сторона предполагает у нас больше шансов тех хреново знает у кого больше шансов сейчас вот европа забуксовала с америка и возьмет передумает и опять найдет по начнет по полной снабжать хотя я тоже в это не верю я не верю в те кардинальные изменения которые постоянно рассказывают им надо обывателям точно так же как с нашей стороны наши пропагандоны точно также там всякие наки там и прочее там их до хрена тоже всевозможных ливи которые рассказывают о том что вот все прям вот вот сейчас чуть-чуть еще немножко осталось вот сейчас нам дадут там абрамсы или хаммерсы или там хаммерсы или там не знаю f16 и вот они нам сейчас дадут и все поменяется да ничего не поменяется это такое все как бы для бедны для обывателя ну от того что появится там 20 30 50 100 танков ни хрена ничего не поменяется но это имиджевая такая херня нам же поставили нам же англичане нам же американцы ну а так ну да что-то там несколько тысяч там колландии или там люксембург какой-то там снарядов поставил и такой вот все теперь мы победим да не всегда оружием все побеждается тем более когда они дистанционно такие вот изнуряющие уничтожающие ведут войны захватывая 5 километров туда 5 обратно просто перемалывают население как говорил когда-то михал михалыч к жеванинский к уменьшают нагрузку на почву я думаю то же самое что и было с к видом ну вот а вот еще интересно вот это умиляет мне конечно при мне нельзя конечно ерничать люди погибли там но про я прокурорку сити но я когда слушаю я не могу вот я я как-то по-другому все слышу и вот здесь я печатный текст не нашел и запоминать мне особо было лень но там они прям устроили такой сериал такой и все так внимательно слушают наконец-то пойман 9 террорист потом наконец-то пойман 11 террорист а потом когда начинаешь слушать кого поймали выясняется что просто опять очередного левого таджика поскольку значит вот этого причем я говорю до комичности 9 террориста поймали по другому делу а другое дело заключалось что при проверке документов он отказался показывать паспорта и стал грубить и нахамил полицейским они его задержали и дали ему 15 суток ввел себя нагло вызывающий это в протоколах написано представляете да террорист вел себя нагло вызывающий при проверке документов групп нагрубил полицейским за это его задержали и ему дали 15 суток а уже впоследствии в продолжении после того как его арестовали выяснилось что оказывается это тот самый ну так это из той же серии что ухо сожрала потом признался собственное потом поймали 11 человек значит и перечисляют кого поймали значит среди них как они не помощники как они называются ну короче тоже такие же террористы один из них сдал квартиру террориста не прям так говорят он сдал квартиру 2 на 2 была оформлена машина на которой они ездили то есть квартиру сдал на которой а значит они там встречались договаривались и все прочее значит он террорист я кстати тоже так обзывали помощник не помощник как слова могу подобрать когда гуманитарку в четырнадцатом пятнадцатом году возил на донбасс меня тоже причислили к террористам я думаю это из той же самой серии хотя наверное лучше не соваться в эти скользкие темы поскольку это очень больно меня бесит честно я вам говорю вот когда вот эта хрень началась люди приходят в клуб ко мне там друзья со скорбными рожами вот у них скорбь на лице они переживают ну наверное это по-человечески что погибли там 140 человек тогда они не знали что 140 мне важно если вы отмотаете там 35 лет 7 лет назад то же самое все время записывал обзоры по поводу каких-нибудь терактов на самолете вот самолет упал и они все всем миром таскают цветочки и они со скорбными рожами все ходят потому что погибло 150 человек в этом самолете у нас в день гибнут тысячи тысячи людей тысячи на дорогах гибнут умирают от отсутствия медицинского обслуживания я уже не говорю об фронте оба своего где гибнут просто по их же признанию там убивают да там тысячи укра нацистов с одной стороны с другой соответственно все нормально никого это не парит пособник да мария спасибо пособник вот я тоже был пособником террорист а потому что какие-то продукты там возил это из той же серии сдал квартиру пособник террористов и причислили прямо от 11 человек задержано и они говорят это еще не все задержания типа будут продолжаться эти задержания ну такая показуха как обычно у вас просто очень короткая память у нас тоже самое было с этой зимней вишней у нас тоже самое было с хромой лошадью с рестораном который сгорел с этими самолетами постоянно какие которые падали у нас все торговые центры правда сегодня я ходил уже все уже никого нет а так вот на один день надо пока на 1 максимум на 2 дня нужно показать заботу о населении для дауна нужно показать заботы для тех даунов которые не хотят садятся садиться в такси к таджикам нужно показать что государство не заботится поэтому во всех торговых центрах поставили на каждый вход по несколько автоматчиков на кого это рассчитано для чего это я все время таких случаях говорю ребята пройдет несколько дней вы забудете и все и будете дальше точно также ровно жить но сейчас вам надо со скорбными рожами походить поспрашивать куда нужно принести цветочки или мягкие игрушки а потом все опять побежали по своим делам как-то это все настолько глупо настолько бессмысленно звучит показуха вся жизнь состоит из показухи особенно в нашей стране я захожу магазин пару дней назад в обычную там куда пятерочку монетку монетку низ как это называется бабка стоит ну как пожилые люди знаете путают громкую связь и ухо то есть она может говорить в ухо микрофон включит громкую связь и вот орет на весь магазин в магазине кого нет и пусто и она вот про этих автоматчиков да и кто-то ей там по всей видимости сын там не горит вот торговых центров из на усиление что-то челябинска прислали и она такая да правильно так и надо жалко что только только что на один день надо на постоянно надо чтобы все время стояли эти автоматчики ну блять вот мы поэтому в таком говне все и живем потому что страна населена 87 процентами дауна которым надо чтобы их охраняли автоматчики они себя так будут спокойно чувствовать ну и вот и собственно и все ничего такого интересного я повторюсь нет и слава богу наверное потому что мне так тяжело раньше это то навальный навальный навалять вот эти вот я включаю наушниках слушаю обычно как относитесь к победе если было два человека в категории евгений на нормально отношусь дело же не в том сколько человек было это же не вина другой вопрос когда люди специально ищут категории где никого нет это уже другой вопрос а если ты приехал на соревнование ты к ним готовишься в первую очередь это победа над собой то что ты преодолел свою инертность свою лень свою трусость потому что это трусость потому что я слежу за своими ребятами и чем будет больше десятилетия там тренирую уже там с 80-х годов и я не устаю поражаться я сам горел я сам нервничал но есть огромная категория людей которые съезжают соревнований но это не бокс даже и не мм а там но это казалось бы да это снаряд он тебе это штанга на те сдачи не даст нет психологически все равно они боятся они нервничают у них понос у них борьба в прямом смысле непереносном они начинают заболевать они начинают пропускать соревнования в самый последний момент по каким-то абсолютно идиотским причинам у меня столько было у меня можно просто там список этих идиотских причин написать по которым там допустим человек приезжает на соревнования и говорит я не буду выступать потому что у меня бинты некому мотать потому что тот кто мне мотал он там отказался я только к нему привык я начинаю психовать договариваюсь с этим человеком говорю вернись замотаем эти долбаные бинты созваниваюсь говорю все давай я договорился он будет не не я все уже я передумал я ушел я все меня нет я умер все или допустим человек едет из магнитогорска в екатеринбург проезжать 80 километров и потом возвращается потому что до гололед был такой а я колеса на шипы не переставил и что-то решил не рисковать и не поехал на соревнования человек сам себе придумывает причины чтобы пропустить взрослые здоровые брутальные с виду мужики они боятся поэтому приехать на соревнования это уже победа а уже сколько там человек привет тольятти не один украинец в эфире а взросла черепанов я один украинцы в эфире с эфира в тик токи сказал что мы пара параша когда я сказал что слава россии америка параша и протирать что это сделали не они а наш президент и в эту сказку вот только ваш влад поверит то есть я еще сказал что он уже верит ни хрена честно я понял я прочитал как было владислав и не понял вообще слово наш президент как бы владислав это некорректно некорректное высказывание потому что президента у нас нет у нас есть царь который сам себя провозгласил он не является президентом поскольку все сроки он давно уже отсидел он сидит 25 лет в этом кресле он нарушил абсолютно все сроки он нарушил конституцию он и брал всех конкурентов мой близкий товарищ говорит я ходил ну пожилой правда как бы ну как же блять пожилой мне 63 год ему ему вот 65 час будет у нас там разница там полтора два года но он в душе по всей видимости такое пожилой вот он сильно и он говорит а я да и он такой слезом а я на голосовал за президента за путина а за кого еще голосовать я больше никого не знаю так ты блять никого и не знаешь не узнаешь потому что он всех пересадил всех отстранил всех убил всех отравил никого нет конечно он один ну блин это настолько банально объяснять нет человек не может два один плюс один связать никак так никого же нет там какие-то ублюдки которые за него же топят и харитонов и слуцкий и этот дванков они же даже не скрывали что они от путина то есть это не выборы человек пришел притащил свою челюсть и челюсть и сказал вот мы сейчас с ними выбирайте из нас вот четверых какой президент как он может быть президентом что думаете о возобновлении деятельности по пдн надолго ли андрей я только что на эту тему говорил надолго ли я не могу сказать но это какая-то печаль я уже прошлый стрим рассказывал про коричневые рубашки про то что было перед тридцать третьим годом когда только-только пришел гитлер к власти и вот эти борцы с нацизмом перед тем как начать и своего они разогнали этих неонацистов по программе дедушек морозов по пдм кто не знает и сейчас вот они опять им разрешили поднимать голову и они намекают что опять мы тут все как помните бадюк когда-то говорил все под контролем а чё думаете просто так у нас туда прыщ не соскочит мы все контролируем и вот сейчас он выставляет этот максим савельев выставляет фотографии опять с бодюком вот ко мне пришел опять друг гости два друга с подпругой анвар тренер добрый вечер отомрет от отмерла отомрет ли классическая многослойная экипировка майки у нас снг и у них сша если да возможно левиток обратно или же слинга майки прописались надолго слушая слинга майки как бы во первых у нас в россии еще не прописались их буквально несколько десятков это благодаря моим усилиям только вот за то что я начал их раскручивать каким-то образом озвучивать и привлекать по поводу америки у них все замечательно прям вот все я рассказывал как-то турниры экипировочные просто битком битком я как-то катя выкладывала уже когда меня не было кажется семнадцатом или восемнадцатом году она мистера олимпия на демонстрировала видео снимала там потоки женские потоки забиты были и а вернется ли к нам ну во первых мы пока в изоляции абсолютно как вот прошлом стриме кто-то предлагал давайте лапту ведем городки наш традиционный вот будем играть в лапту и в городке умрет или нет она она там не умирает в европе ее никогда особо и не было в америке их было очень много а в европе в основном побеждали в экипировочном пауэрлифтинге россияне россияне украинцы казахи в какой-то степени но также как в тяжелой атлетике традиционно а так вернется или не вернется вообще неизвестно будет ли спорт у нас стране или будет только имитация этого спорта потому что я смотрю сейчас на этих вот вот сейчас смотрел дмитрия спиридонова чемпионат россии тяжов тяжей показывали они у них прям сквозит это а зачем а зачем нам это но вы конечно они конечно могут залить бабками еще какое-то время может быть россия будет бабки эти качать хотя в любой момент они как бы могут и закрыться но там такая тоска в глазах у боли у спортсменов профессиональных у них нет будущего ни у кого причем если раньше у них была возможность свалить со страны просто поставить крест ну блин воюйте вы со всем миром воюйте хотите быть полной изоляции как северная корея ради бога сейчас у них нет возможности убегать потому что есть не то что раньше было не гласное постановление сейчас гласная с российскими паспортами никуда вообще там такие трагедии причем это же касается и людей которые уехали еще там 10 15 лет назад не вот рассказывали в семьи которые там допустим тагестанцы они уехали в надежде своим своим детей и детям единственные где они могут продвинуться этого там борьбе допустим да и они в национальную сборную а сейчас нет все даже те кто вот там тогда начали с четырех-пяти лет у часу подошли к этой сборной нет их не принимают сначала было негласно об этом не говорили что говорит ну просто как бы негласно никого никуда с российским паспортами ну естественно разговор не идет о тех кто успел получить гражданство но люди десятилетиями живут вообще не заморачиваясь о гражданстве совсем и в америке в канаде и вот сейчас они в анусе просто полном у них никаких перспектив у спортсменов нет совсем раньше да он выиграл там какие-нибудь олимпийские игры сквозанул все его нет вот даже с белыми сейчас под белыми флагами они все к чё не ломятся туда найти олимпийские игры потому что им как бы в европу или в америку но там сейчас им будет очень грустно всем потому что официально с российским паспортами везде крест стоит на на них как на спортсменах наташа полей меня родня появилась которую я сто лет не видел и не слышал но вот ребята все в принципе у меня вопросов нет если у вас вопросов тоже нет тогда у нас будет следующее следующее воскресенье я здесь на месте потом мы едем в екатеринбург русскую весну какой чё-то кубок европы что ли чемпионат европы не помню ну короче мы выступаем там мы готовимся ко всему и к силовому экстриму и пауэрлифтингу и к жиму ко все и ко всем неприятностей кубок да андрюша спасибо вот у нас президент национальной ассоциации пауэрлифтинга добрый вечер а как же хоккеисты их не выкинули из команд да у хоккеистов все нормально у них контракты это немножко другое хоккей это огромная огромная коммерческая структура это ларек по зарабатыванию бабла в том числе и государства на государственном уровне это рекламы огромные поэтому у них все хорошо а вот остальным с большой в большом спорте кто у нас за колючкой остался кто не успел просочиться тем будет очень грустно все не будем вымораживать вопросов нет всем пока спасибо за внимание ребят с вами был андрей полей